Рокки, привет, скажи. Лес Половский тон здесь, конечно, присутствует. Сейчас я вам ее покажу, расскажу, скажу вам, является ли она заменителем Лес Пола. Это ярче. Я просто, если вдруг там услышали, ну она SG всегда была, по идее, ярче, чем Лес Полы. Кстати, вот эта гитара SG, это моя, это только на бриджевом. Субтитры создавал DimaTorzok Где-то 8,5, 8,5 паундов весит. И, по идее, если вы посмотрите, как ее рекламируют, что здесь все традиционно сделано, нет вот этого сыра швейцарского под низом. Хотя я в этом чуть-чуть сомневаюсь, но, опять же, махагон, он сам по себе не весит очень много. Это вот чисто махагоновая гитара, она легкая, очень легкая. Весит здесь очень сильно много, это, понятно, топ. Топ кленовый, клен всегда весит больше махагона, потому что махагон более пористое дерево, чем клен. Клен плотное дерево. Эту гитару я вам показывал распаковку уже какое-то время назад. Я на ней приигрывался, ждал, пока придут мои ручечки, потому что я сделал такой эквивалент грине. Ну, то есть, цвет здесь у вас там немножко темнее, чем у меня здесь. Ну, то есть, лимонный берст. Лимонный берст это с намеком на грине. Ну, понятно, открытый бриджевый звукосниматель это то, что меня подтолкнуло на... А что я, что мне не в сумму, да, не купить там за сколько-то там, за пару долларов официальные гибсоновские катафоты. То есть, ручки с 60-х и в сумму этих сюда, и у меня есть грине. Сейчас у меня нет стандартного West Pole, у меня есть Custom. Вот он. Есть SG. И я не хотел себе стандартный West Pole. То есть, гибсон стендард, он... Это хорошая гитара, у меня было миллион, через меня прошло, но... Я вот всегда хотел попробовать Heritage. У меня ее не было ни разу. Вообще никогда. Не то, что там за время канала, за эти 7 лет, а за все мое время. Это первый раз я вообще Heritage... Ну, не то, что попробовал, а попробовал первый раз. Вот самый первый раз я попробовал Heritage буквально в прошлом году. Music Go Around, там у них был H-150 Artisan серия. То есть, винтажный, там, потресканный лак, ну, релик такой, гибсоновский релик. Она не была потертая, как вроде на ней играли, а вот просто как гитара, которую бы сделали, допустим, в 50-х, и она пролежала там где-то в кафре до наших дней, просто потресканный лак везде, причем все-все, все как надо. И я на ней так посидел, поиграл, блин, она мне понравилась. Они за 2,5 тысячи продавали бушную. Это, то есть, это как гибсон кастом шаппут, как если брать R9, чуть ли не там, как Murphy Lab, да, ну, то есть, тоже завинтаженная, и разница в 4 раза. Ну, то есть, Murphy Lab выйдет 10 тысяч, ну, 8 тысяч бушной, да, а та была 2,5 тысячи. Я думаю, ну, надо, короче, посматривать на Heritage. И вот мне предложили на обмен, и мне понравилось вот это вот сразу. Ну, во-первых, это Heritage, H-150. H-150, кстати, по моделям, если будете смотреть, то H-150 это Les Paul Standard. Ну, тут у них просто они не могут называть Les Paul, а называют H-150. Вернемся чуть-чуть в зад, да, Heritage-то. Ребята, которые были вместе с Гибсоном, делали Гибсоны. В Нэшвилле они там делали все вот те вот легендарные там. Ну, только я вот не знаю насчет Norland, кто там остался, не остался, кто перешел, кто не перешел. Это можно, наверное, отдельное видео сделать, просто прочитать побольше. Я на Heritage, потому что у меня ее никогда не было, я ее никогда не изучал, эту саму фирму. Ну, то, что остались те, кто хотели делать, там, продолжать делать те культовые Гибсоны, но Гибсон решил переезжать там в Мэнфис, и разделилась компания. Те, кто остались, они начали делать Heritage по всем, по всем канонам Гибсона, так сказать. Ну, только понятно, что они не могли их копировать, и они изменили некоторые аспекты, которые вот сейчас, мне кажется, сделали эту гитару немножко лучше. Понятно, не Лес Половский сингл кат, то есть тут буквально волосину, если бы они дотянули сюда, сделали чуть-чуть острее, то была бы полная копия Лес Пола. У Гибсона патент на этот сингл кат, поэтому они его чуть-чуть изменили. И голова тоже, патент Гибсона была изменена. То есть неоткрытая книга, такая как более острая, более злодейская. Но если вы посмотрите, то она уже, то есть гитара Гибсон, Лес Пол, она идет на расширение, здесь она идет на как бы сужение, поэтому третья, четвертая струны, они ближе находятся друг к другу, чем на Гибсонах. И поэтому расстраиваться, по идее, третья струна, вы знаете, как третья струна на Гибсонах, она должна меньше. Ну, тут я скажу, что я и здесь. Третью струну все время поддергивают. Если поиграть там, вечерок посидишь, поиграешь, наутро встанешь, начинаешь немножко третью струну. Ну, как на Гибсонах, это постоянное. На Гибсонах, не знаю, насколько чаще это надо делать, чем на Гибсонах, я так сильно это не сравнивал. Звучит она абсолютно как Гибсон, то есть это... Тут не дать, не взять, это Гибсон... Бубнящий Гибсон, это... Четкий. И причем, вот, причем, это хороший Гибсон. У меня были Гибсоны не очень. У меня были Гибсоны, которые были очень-очень стандартные, я имею в виду. И... Эта гитара, она полностью, полностью как Гибсон 50-х. 50-х, потому что гриф тоньше, ну и ручки здесь. У них есть 60-х, то есть вот эти ручки катафоты стоят. Все. Мензура здесь гибсоновская, накладка здесь, окантовка, все как у Гибсона, инкрустация как у Гибсона, потому что, ну, нет патентов на вот эти трапезоиды, которые инкрустация. Все-все-все как у Гибсона. Нет кружочков у них. Вот этого трэбл там и ритм. Не знаю, если... Есть другие гитары, по-моему, у них вообще не идет, это чисто гибсоновская такая, копеечка здесь стоящая. Все остальное, как у Гибсона, наш вилловский притч здесь стоит. Все. То есть, если пропустить вот эту открытую книгу, голову, ну, а мы знаем, что открытая книга, это, наверное, самый лучший, вообще самый культовый, уникальный хедстаг, который был сделан когда-либо, то эта гитара, это абсолютное, абсолютное воспроизведение воспола, причем в лучших-лучших его качествах. И сейчас вот такой вердикт, который я скажу, да, то есть, стоит ли покупать херитич вместо гибсона? Стоит во всех смыслах, то есть, шансов, что вам попадется плохой херитич, намного-намного меньше. Я вообще не знаю, попадаются они плохие или не попадаются, потому что там производство меньше, чем у гибсона, контроль качества там лучше, чем у гибсона. Казе, понятно, они не делают дешевые версии, типа LPJ, там SJJ, там вот эти вот все, то есть, они делают примерно как от от Junior, ну Junior это дешевое, да, почему Junior делался, то есть, как бы облегчить Les Paul Standard, те, кто не могли себе позволить, тогда еще в те времена никто, кто не мог позволить себе Les Paul Standard, они сделали Junior, то есть, там, один звукосниматель, нету топа, да, но форма остается та же самая. Потом это приобрело свою собственную, там, уникальность, свой собственный звук, эта гитара, для многих стилей она подходит, и поэтому это уже стал, как бы не облегченный Les Paul, а именно как Junior, вот, вот, своя собственная ниша, у них он есть, кстати, Jason Neustad продает один, сейчас, до сих пор он лежит, 5000 стоит, личная гитара Jason Neustad, я на нее посматривал, я уже предыдущее видео, если посмотрели, я взял именно бас Jason Neustad, потому что, ну, Jason Neustad известен как басист, правильно? Les Paul Junior, мы с вами посмотрим в одном из следующих видео, потому что у меня есть другие варианты, именно вот гитары, которая сделана в стиле Junior, Les Paul Junior, это именно вот как сама по себе она идет, и мне не нравится больше, чем Les Paul Junior, именно гибсоновский, SG гибсоновская, я не поменяю, не продам ни на какую другую фирму, это гибсон, для меня это постоянно и всегда будет, а вот Les Paul Standard, Les Paul Custom, это тоже гибсон, то есть, потому что Les Paul Custom, это, ну, это, рендироваться, это Зак Вайлдом, и так далее, и так далее, вот эти вот новые гитары Зака Вайлда, ну, никак, там, та же самая краска, та же самая, все-все-все, да, ну, никак она не заменит гибсон, был за его, а вот Standard, я попробовать хотел Heritage, именно, и как бы заменить, вот мой Standard Les Paul, на Heritage H150, и я очень-очень доволен, то есть, эта гитара, которая, ну, мне здесь не до к чему, не к чему, не до чего, не к чему придолбаться, то есть, абсолютно, настроилась исключительно отлично, то есть, низко, я бы мог ее еще ниже построить, но, настроить, но я не хочу, настроилась, как отличный гибсон, настраивается легко, просто, анкер здесь работает, как вот он обязательно должен работать, во всех, во всех топовых гитарах, то есть, ты его крутишь, и ты знаешь, как себя поведет гриф, ну, все, все, все здесь, именно гибсоновское, нету ванили, там, скорее всего, это гибсоновская фишка ванили, то есть, она ванилию не штырит, как говорит, Толик у нас, один из старых друзей канала, здесь, Херитед, Херитед же звукосниматели, то есть, они похожи больше, как на, как их называют, гроверы, ну, ну, вот и все, Сеймур здесь стоят, Сеймур Данкер стоит, в бридже, это отличная гитара, я, знаете, обычно как, когда ты делаешь видео, хочется найти какую-нибудь такую особенность, да, и вот как-то на ней, там, это все построить, там, обычно, это понятно, недочеты, да, вот это самое большее, что влияет, здесь я хотел взять, голову, да, и сказать, что хоть она и выглядит, как не гибсоновская, раскрытая книга, но вот это вот струны, там, разбег струн, это лучше, ну, это такая, знаете, как бы мелочь, то есть, здесь плюс, он собой заменяет минус, минус собой заменяет плюс, то есть, да, голова не такая культовая, но она более, более настраиваемая, или менее расстраиваемая, поэтому, а все остальное, это чистый, чистый лас-пол, то есть, я уверен, что если бы, если бы лас-пол не был сильно связан с гибсоном, именно поэтому, ну, тогда, когда он еще был живой, сегодня получал, он бы мог и на этой гитаре легко играть, и на той, и как хочешь, он бы разницы особой бы не видел, да, здесь нет надписи лас-пол, еще на голове, если кому-то вот эта, роспись именно лас-пола, имеет значение, мне она, если честно, никогда особо не привлекала, а поначалу, вообще я считал, что это была глупость, и я не хотел себе гибсон, именно из-за вот этой подписи лас-пол, но это тогда, да, знаете, хотелось что-то покруче, вот этот разрезанный бриллиант на кастомах, вот это было самое, ну, а роспись, она такая, ну, как бы не шла, не заходила мне, сейчас-то понятно, привыкли, сейчас-то часть именно лас-пола стендерда, в какое-то время, наоборот, она даже должна была, вот без этой росписи лас-пол, вот почему SG не заходили, потому что тут не бриллиант, тут не подпись, так вот, какая-то корона, или цветочек, да, как вы хотите называть. Единственное, что я могу сказать, это предупредить, да, насчет Heritage, потому что Heritage, они как и любые бренды, которые отличные бренды, но у них нет именно узнаваемости имени бренда, они теряют стоимость на БУ, то есть, если вы покупаете его новую, то продать на БУ, у вас будет ее немножко сложнее, гибсоны они, смотря какая гитара, опять же, смотря какая модель, они тоже теряют, причем теряют нормально, половину стоимости, некоторые могут потерять, некоторые нет, допустим, вот идем на Арки, туда уже там, ну, процентов 20-25 вы потеряете, на Heritage тоже от 50 до 30 процентов она может потерять, но если найти хорошую гитару на БУ, ее можно сейчас легко найти за 1700-2000 долларов, и она будет абсолютно перебивать гибсоны, вот именно в той ценовой категории, ну, это Арка, это вот R9, если взять, то она сравниваться должна с R9, а не просто с обычным стандартом Ласпола, и это вот как раз я считаю, то, на что нужно заострять внимание, если вы хотите сравнить гибсоны, Heritage, по качеству это будет почти как рище, то есть R9, по бренду узнаваемости, это будет даже меньше, чем гибсон Ласпол стендер, вот такая вот гитара, всем советую, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Играет музыка Играет музыка До следующего видео